СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Также она набиралась опыта на международной летней творческой школе в Суздале, где раскрыть потенциал Милане помогла заслуженная артистка России Татьяна Павловна Шарова. Теперь занятия вокалом даются ей намного легче. Миланочка у нас очень талантливый ребенок. Она очень большая труженица. Все начиналось с хорового отделения детской школы искусств. Два последних года Милана занимается вокалом профессионально. К этому времени вкусы и пристрастия сложились четкие. Девушку привлекает классическая вокальная школа в репертуаре юной певицы «Романсы», «Ария» и «Аперетты». Мне очень нравится академический вокал. Он мелодичный, красивый. Мне очень нравится школа искусств. Там очень интересно, очень хорошие педагоги. Мои любимые предметы в школе искусств – это вокал и фортепиано. Семья у Миланы музыкальная. Бабушка Ольга Владимировна – преподаватель по классу фортепиано. Именно она привела любовь к музыке. С шести лет она пришла в нашу такую красивую школу искусств. Раньше, чем в общевразовательную школу. Она еще не знает, какая будет у нее профессия. Но я точно знаю, что музыка останется с ней на всю жизнь. Первая школа искусств воспитала не одно поколение талантливых музыкантов, которые работают на российских и зарубежных сценических площадках. Один из них – Данила Поломарчук. Обладатель премии «Юные таланты Самотлора-2015», обладатель целевой стипендии Департамента культуры Югры, лауреат и дипломант международных, всероссийских и окружных конкурсов. Данила, как давно ты занимаешься музыкой? Я занимаюсь музыкой с шести лет. Прямо сразу фортепиано выбрал? Нет, я еще ходил год на общеобразовательное такое занятие. Мы рассказывали про рисование, про лепку, про монтаж видео, фото и про музыку. Мне понравилось фортепиано. С какой силой нажать на клавишу? Как поставить руку? Нужно постоянно отрабатывать технику, чтобы стать лучшим. За закрытыми дверями учебного класса он исполняет одно из своих любимых произведений. У Данила абсолютный слух. А потому произведения Баха и Шопена, которые изучают в вузах, ему под силу уже сейчас. Что тебе нравится больше всего играть? Мне нравится играть классическую музыку. У меня есть любимый композитор Иоганн Себастьян Бах. Как долго ты учишь ноты? Ну, это занимает от двух недель до месяца. Всего в Нижневартовской детской школе искусств обучается более 700 юных дарований, которые тоже смогут добиться самых высоких результатов. Было бы желание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok